Вот здесь мы так и живем. Немножечко обустроились. Тамара Абдумановна показывает свое скромное жилище. Пенсионерка уже 15 лет живет в здании заброшенного детского сада. Бетонные стены, как смогла, заделала деревянными плитами. Старые полы закрыла коврами. В одной комнате и кухня, и спальня, и туалет. Но пару дней назад Тамара Абдумановна и остальные жильцы бывшего садика получили уведомление. 22 декабря обустроенное ветхое здание придется покинуть. А куда нам деваться, чего мне делать, я даже не знаю. Мне уже 61 год. Речь идет не о переселении, а о выселении. Сейчас это здание принадлежит коммерческой фирме, но через два месяца она самоликвидируется. Держать старинную постройку на балансе невыгодно, и компания от дома избавляется. На бумаге это по-прежнему детский сад, и людям здесь жить запрещено. Хорошо тем, что полы отопляются, а так, конечно, все рушится уже в таком состоянии. А вот мой супруг работает в колхозе. Как приехали, так и работаем здесь. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы жилье бы нам, куда нам сейчас идти. Крышу чинили все вместе. Недостающие окна забивают досками. Так теплее. Но съезжать даже из этого аварийного детсада люди не хотят. Это здание заброшенного детского сада люди приспособили для жизни. Сейчас здесь живут пять семей, в том числе и с маленькими детьми. Конечно, жить здесь невозможно. Стены разваливаются, крыша течет, а некоторых окон и вовсе нет. Но самое страшное, что и этого жилья людей хотят лишить. Ирина Сергеевна тоже получила уведомление. Она сразу же написала письмо в районную администрацию. Изложила кратко. Идти некуда. Разрешите остаться здесь. Пусть нас тут оставят. Мы не просим лучшего. Нам не надо. Пусть нас оставят здесь, где мы есть. Вот нас всего пятеро. У нас 12 человек, которых... Ну, нам останется поставить палатки вот здесь, в садике. Будем здесь жить на улице в декабре. Больше нам идти некуда. Тогда мы решили проверить сами, знают ли в местной администрации о проблемах с жильем. Я, конечно, могу сказать, что они не останутся на улице. Естественно, что этот вопрос держится на контроле. Вы обещаете? Я лично им занимаюсь, конечно. Мы с комитетом обязательно разберемся. Пока чиновники обещают, люди готовятся к зиме. Одни утепляют окна, а другие уже на всякий случай покупают палатки. Ирина Журавлёва, Анатолий Харламов, Сергей Лопатин и Елена Сидоренко. Новости 360.